Вот это вот, 149,6. Вы думаете это моё? Нет, я мечтал об этом. Что говорить? Прихожу, наверное, категорик так назывался этот самый тогда. Нет, уже по-другому. Командор, смотрю, огромные лежат эти, написано крупноплодный абрикос. Я, конечно, что-то не то. Ну, написано абрикос, значит, приезжай абрикос, может быть, абрикос гибрид с персиком. Я вижу, лежат персики. Написано, а мне за что обидно? У меня самый крупный 120 грамм. Может были 130, но я же не каждый взвешивал плод. А здесь 150. И написано абрикос. Он, конечно, твёрдый, как камень, не вызревший. Я купил несколько штук, так, приволок домой, взвесил и разрезал, расчистил персик. Тут по кости уже не спутаешь. Я к чему говорю? Даже сорговля выдаёт персик за абрикос только потому, что они не знают, чем они отличаются. Это, конечно, ошибка. Я даже уверен, что не придумаешь себе. Потому что, чтобы дороже продать, я бы абрикос выдал за персик. Вот я просто пример привёл. И тогда я вздохнул. Такого размера абрикос, как у меня, за все 30 лет торговли ни разу не привозил. Персики привозили, сливы привозили. Вот. И по 130, по 140 грамм абрикосы никогда. Поэтому я вас прошу внимание, обратите на мой сад. Он всё-таки, девчат, исключительно. Давайте жить дружно. Теперь я успеваю ещё немножечко. Ура! Вот. Потом это будет на части, разрезанное моими друзьями. Потом тот же самый. Если пришлёте в свои электронные адреса, в виде отдельных ссылок вам вышлит эти, если будем дружить. Вы можете просто промолчать, но я бы не советовал. Вот. Всё-таки это самое. Пользует меня больше, чем вреда. И вот, значит, если Юрий Владимирович Железов вырежет, пришлёт вам, пришлите адреса, в крайнем случае, если не захотите даже связываться. Вот. Теперь. Этот пример я показывал, но мы дойдём сейчас и так далее. Так, мельком, подосенцем. Итак. Дереву 30 лет. Живо и сейчас. Ветки с него эти самые. И фотографии есть, даже в этом году. Вот так торчат. Оно горизонтальное. Вот так торчат ветки. Они уже срезаны и уже вам полудно продам. Называется академик. Это классический академик. Мы с вами будем изучать так, как примерно должны изучать в институтах, если даже не в старших классах школы. Ну, вот это вы, позор мы этот видели. Обманули, извинились, продолжают. Я сейчас о другом. Я вот здесь вот набираю вам. Вот так вот, например. Итак. Что я набрал? Абрикос академик. Дело в том, что один из ярких, выраженных, настоящих, вегтативных гибридов. И здесь мы две темы затрагиваем. Существуют ли гибриды? Раз. И второе. Продолжение в виде семян. Получается или будут дички? Я отвечаю на сразу два вопроса. Смотрите. Мы уже ближе к теме. Значит. Ну, вот этот вот абрикос, да? Он мой. Видите бабочки? Вот так их маскируют. Для того, чтобы я не узнал и никто не узнал, что это якобы эксклюзив. На самом деле, когда я набрал абрикос академик, в тот раз я вам показывал, не показывал, не помню. Смотрите. Академики настолько редкая вещь, даже мировой практики. Это мы должны гордиться. Это академик Казьмин. Это величайшее достижение величайшего садовода. Только вы же понимаете, что эти достижения и сам садовод, и слава его, и ничем не отмечены толком. И цель, понимаете. Вот. А сейчас вспоминаем только мы, любители. Почему? Продолжение это очень сложно. Знаете, почему? Я так понял. Это сразу концовку говорю. Яркий пример. Не то, что сырого сорта. Но невозможно сохранить сорт с сеянцем размножением. Для начала он будет уменьшаться. Тут вы правы. Видите? Я не спорю. Не дикарем становится? Ну, попроще. А удержать можно только прививками. Смотрите, что получается. Смотрите. Вот. Вот это вот. Я почему выбрал? Чтобы вы знали. Вот. Это. Царство ему небесное. Абрикос. Латинково. А я подряд листаю. Это я не знаю. Это одна из самых популярнейших. Если я сейчас нажму на эти похожие. Я найду сотню. Экономим время. Так. Это мой. Это мой. Линейка. Чья? Мошенники. Смотрите в глаза. Вот. Это Латинково. И обратите внимание. Я потом специально еще. Латинково запомнили. Это мой. Тот самый, который маскирует. Как угодно. Если с их 100 расскажу. Вы будете в шоке. Это не знаю. Это мой. Но уже присвоен. Все. Лужа не мой. По тому типу. Как Уральский сад. Уралсад. Не мой. А это классический. Вот. Когда он создавал его. Это старый снимок. Он явно делал фотоаппаратом. Вот эти мыльницы. Да. Вот. Я встречаю последнее. Вот сколько существует. Так называемая. Периодическая литература. Столько я вижу. Это вот. Одно из первых. Вот такой он был. Был. Ну еще пару фотографий. Вот. Это тоже он. Но. Самое интересное потом. Это и у меня получилось. А видимо не только у меня. Но выводы это делать. Вот он. Вот. Вот это. По-моему. Латинков. Но боюсь совру. Но вроде его. Вот. Вот он. Вот это чище. Уже ближе к истине. То есть вы поняли разброс какой. Он. Но другой. Уже узнаем. А это уже могли быть другие. Там Королевская и угодно. И там в интернете тысячи. Все. С этим мы закончили. А сейчас и почему. Вы понимаете. Случилась удивительная история. Девчата. Мне. Когда я его получил. Да. Я не буду говорить точный адрес. Но проверить можно. И детство. Если он сохранился. Почему. Потому что. Есть такая семья Чапкасова. Живут на центральной усадьбе. Вот. Я раздобыл у них. Врать не буду. И когда я его. Посадил. Это уже урожай. Где-то году на двадцать пятом. Примерно. Вот сосед уже новый забор поставил. Это было недавно. Это значит. Годом на двадцать пятом. Пригляделись. Носики съест. Самое интересное. Я сейчас такую вам эту. Вот. Теперь. Я подумал так. Почему у меня. А у меня есть фильм. А фильм снимал не я. Понимаете. Чем я хорош. Я хорош тем. Что фактически. Это является документалистикой. Приезжает ко мне телевидение. Фильм есть. Я стою возле него. И говорю. Вот видите. Я повторяю с вами. Вот видите. Сухая ветка. Вот. Это уникальный сорт. Вот. Тогда еще выводы не делал. Уникальный сорт. Но этот сорт. Наверное помрет. Потому что. Другие у меня не одно веточки. А этот. На академике. Это самая. Целая ветка сухая. Наверное помрет. Кто-то из стариков моих. Ветеранов. Ветеранов. Ветеранов движения. Подтвердит. Вот. А он взял и не помер. Но так бывает. Тогда я совсем недавно уже придумал. А почему он так резко увеличился. Почему эту фотографию украли сотни сайтов. Присвоил. Настолько он хорош. Да. Вот. У меня есть полностью. Он же только уже. В большом мире. То есть. Мне больше не надо доказывать что-то мое. Так вот. И. Я подумал так. Попадает он в новые условия. Первое. Второе поколение. Это второе поколение. Оно еще. Старой формы выдерживает. Потом. У него вариант. Если я уприваю. Если была страшная зима. Что я на следующий год сказал. Что он упривет. Потому что. Видите. Сухие ветки. Я подумал. А как же так. Почему он стал таким. И. На самом деле. Вот тут мы подходим. Девчата. Вы. Мы видим. Даже как грибы. Мы понятия не имеем. Что грибы. На деревьях приносят пользу. А мы их ядом. Но это отдельный разговор. Это. Там надо. Так однажды. Проснуться. И сказать. Господи. А ведь железо вправо. Один на всей планете. Что не грибы едят. Эти самые. Листья. Штамбы. Эти. И. Плоды. Это потом. Что видим. А то поем. Видим. Что подсели. Не видим. Что они только медсвечину выдают. Это ладно. Но уже завтра. Об этом объявят. Америка. Или Китай. И. Откроют. Это все. По-новому. Скажут. Что. Это. Нобелевская премия. Присваивается. Что-нибудь. Чую. За то. Что он доказал. А это доказать. Дважды два. И. А. Может успеем. Вот. Господи. И. Это самое. И. 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 Медведевая. Может успеем. Вот это доказать. Что. И тогда. Зобелевская премия. За то. Что. В результате. Открытия. Значит. В садах. Отказались. От. Миллионов. Тонн. Ядохимикатов. Как от ненужной. Смертельной. И. Сады. Расцвели после этого. Потому что. Почва не отравлена. И. Муравьевна. Эта почва. И. Все. Это как. Глобальное открытие. Но это. Об этом мы потом поговорим. А почему я завелся? Потому что. Тут главное. Понять одну вещь. А почему он вдруг увеличился? А помните. Сколько раз я говорил. Что я в геном не лезал? КМО. Да. Ну там-то берут иголку. И вставляют в это. В ядро. Я бы за это. Вместе с иголкой в задницу засунул. Видите какой я. Как это называется. Экстремист. В задницу засунул. Тому кто. В ядро лезет. Божеское создание. Так вот. Почему он увеличился в два раза? Потому что. Это в нем было. Не пришло. Не потому что там поменялся ген А с геном Б. Тот отвечает за это самое. За крупность. И тот отвечает за вкус. Нет. В нем это было. Из него это вылезало. Как шило из мешка вылезло. Я сделал условия. Создал ему условия. Условий несколько. О них говорить сейчас не будем. Девчата. Я потом сказал. Целую серию фильму создал. Мне это надо. Мне надо столбить. Потому что потом это все. Это. Вы же не хотели до сих пор меня поддерживать. Вы Москва. Поймите. Вы ближе там к этим. Вы можете прийти. Открыть дверь ногой. К своему начальнику. А вдруг он ваш брат двоюродный. А начальник. Ректор. Проректор. Министр. Там областной. Сельского хозяйства. Давайте срочно. Я вас всех беру в эти. Сообщие. Как это называется. С автором. Я когда говорил. Вот это мировое открытие. Что. Что. Вот оно. Так просто. Это делается. Несколько приемов. Все живем. А я еще не договорил. Всем о мете. И доказывать. Становиться на это. На сторону жилья. Смотрите. Итак. Вот это уже третье поколение. Так. А хвост сохранился. А это не хвост. Это нос. Смотрим дальше. Прививка. На манжурца сына патриарха. Влияние по двое. Это я считаю. Что влияние по двое. Считал. А теперь я считаю. И что. Вот это вот. Это 120 грамм. Ровно. Вот там есть он на весах. В другом месте. Это. 120 грамм. Было заложено в генах. Никто. Ген не ломал. Понимаете. Просто созданы условия. Для проявления. Культурных качеств. Почему. Еще раз. Пусть меня тогда обозвали. Вот. Ребрик. Смотрит же. Все мои эти. Когда-то первые 50. Вот этих. Самых. Фильм. Он посмотрел. Говорит. Неделю не спал. Смотрел. Ребрик. Главный редактор. Он печатал этих. Меня наглую печатал. Потому что. В ответ-то был такой. Железо внесется этот самый. Чуть-чуть. Чушь. Чушь. Нет. Дичь. Дичь. Железо внесет. А дичь заключается в том. Что я нашел истинную причину. Я потом расшил. Пока. Смотрите. Вот он хвост потерял. Еще раз. Никакого. Влияния. Перемены. В геноме. Не было. Оно и так есть в геноме. Вот это есть открытие. А вот это что? А и смотрим дальше. Ладно. Переезжает он через полстраны. Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Сильно он похож? А ведь это уже следующее поколение. Сильно похож? На этот или на тот. Который я показывал. В интернете. Казминовский чистый. Вы помнили куда мы влезли? Вот. А вы сказали. Вегетативная гибридизация это. А она особая вегетативная гибридизация. Понимаете? Смотрите дальше. Сад Екатерины Кузнецовой. Вот. Челябинск. Абрикос Фаина. Костики от железа. Дело в том, открывая страшный секрет, потому что вы же не смотрели меня. Фаина еще один клон академика. Внимание. Это Сеянец. Сначала была жара, закончилась несколько дней назад. Месяца два дождя не было. Абрикосы еще зеленые. Вот. Самое интересное, что после того жара ушла, прошли сильные дожди. Плоды Сеянца Фаина. Сеянца увеличились в два размера. Не поливала. Решила. Вот она школа жарила. Взрослый дерево самодолжен. С этого момента абрикосы можно не поливать, а у него два месяца зажив. Можно не поливать. То есть, есть три варианта. Не поливать. Некогда. И риск существует. Загнаить. Второе. Поливать, но чуть-чуть. А если уж совсем запредельно. А третье. Поливать, как учат. Помните? Нормы есть. Ууу. Таблица. Это погубить. Вот это одно из моих постулатов. Пусть он тут не выражен ярко, как постулат. Просто запомните. Хотите иметь абрикосы? А, Володя, который сказал, что я только романы пишу. Вот это будет очередной роман. Когда-то Елена Александровна Савельевича напишет этот роман. Там будет два автора. Савельевич и Железа. Троценко тоже самое. Умница. Какие люди у нас. Троицца. Продолжение следует...